Данное видео посвящается теме камера сгорания. Чтобы более детально рассмотреть вопрос, который касается камеры сгорания, то есть какая камера лучше, какая камера должна быть и что нужно стараться делать при доводке мотора, какую форму и на что нужно обращать в камере сгорания внимание, нужно сначала разложить все по полочкам и четко поделиться с классификацией. И ответить на вопросы, какую функцию выполняет камера сгорания и какие требования конструкции предъявляются. Самая распространенная камера сгорания в общем это как на ВАЗ классика ВАЗ Самара то есть восьмышка девятка клиновидная камера сгорания вот здесь клапана стоят свеча и сам цилиндр пошел клиновидная второй тип камера сгорания это похожая на клиновидную но она прямоугольная например на Volkswagen 1.8 возьми клапанный мотор цилиндр идет и вот таким вот вот она камера сгорания и стоят клапана здесь ну сбоку где-то свечка стоит такая же камера сгорания в моторах ГАЗ-24 в Волге ГАЗ-21 также камера сгорания сферическая классическая сферическая камера сгорания например как на некоторых старых моторах BMW для москвич например то есть вот цилиндр поршень клапан стоит с одной стороны и с другой стороны это что касается восьмиклапанного мотора или то же самое но это называется треугольная иногда называют камера сгорания или в виде трапеции но это в принципе одно и то же когда идет речь о 16 клапанном моторе то есть посередине идет свеча и вот такая вот форма то есть два выпускных и допустим два выпускных клапана и общая форма камеры сгорания она получается такой как трапеция срезанная также еще на некоторых автомобилях в частности фукслаген используется камера сгорания в поршне это когда головка относительно блока имеет абсолютно плоскую поверхность стоят клапана и поршень имеет форму внутри с выемкой на некоторых апеллях такая система есть это в принципе самая распространенная форма камер сгорания которые используются сейчас в современных двигателях разные спецмодификации и моторы с нижнеклапанным расположением клапанов я рассматривать не буду так как они не имеют широкого распространения самое первое что хочу отметить что при словах камера сгорания обычно у среднестатистического человека возникает образ это головка блока цилиндров и то что где стоят клапана но само понятие камера сгорания не ограничивается головкой это объем в котором сгорает топливо который состоит основная часть камеры сгорания в большинстве случаев это часть самой головки с клапанами но также камера сгорания состоит из обязательно прокладки головки блока то есть она очень тонкая но она составляет какой-то объем и какую-то форму если она особенно не подогнанная и днище поршня в частности на вазах обычных классика днище поршней имеет небольшую проточку на пятерочных поршнях скажем так более правильные там есть просто цикловка под клапан и все то есть выемки но это тоже составляет часть камеры сгорания равно как и во всех остальных компонентов поэтому камера сгорания в общем состоит не только из части головки но еще из днища поршня обязательно при этом требования к самой камере сгорания к конструкции предъявляются следующие камера сгорания идеальная вот если рассмотреть скажем теоретически идеальнейшую форму она должна иметь свеческую форму и вот свечка здесь стоит для того чтобы это делается для того чтобы расстояние от электрода свечи до стенок камеры было как можно меньше можно сделать камеру сгорания скажем в виде лужи плоского такого же самого объема но она будет какая-то очень плоская и у вас где-то будет стоять здесь в частности свечка при том при том что объем камер будет одинаковый качество сгорания и устойчивость к детонации от этого будет разное на плоской форме камеры сгорания будет значительно хуже устойчивость к детонации потому что распространение пламени когда идет зажигание искра в сферической камере сгорания так как от электрода до стенки довольно малое расстояние распространение пламени происходит в принципе очень быстро но на плоской камере сгорания распространение пламени в каком-то промежутке происходит быстро но основной факел с задержкой доходит до удаленных концов самой камеры сгорания. В результате чего, когда сгорает часть смеси, давление в камере повышается, и температура повышается. И высокая повышенная температура и повышенное давление давят на остатки несгоревшей смеси. И остатки несгоревшей смеси взрываются. Это явление называется детонация. Классическое явление. Также важно отметить то, что для хорошего распространения пламени по камере сгорания, будь это сферическая камера сгорания, будь даже это плоская камера сгорания, нужна повышенная турбулентность заряда в конце такта сжатия. То есть, чтобы в момент сжатия, когда все сжато, сам заряд имел массу перемещений, то есть, чтобы он был активный. Тогда при зажигании части, малой части заряда, он мгновенно пламя, как ветром, раздувается по всей камере сгорания. Должна быть повышенная турбулентность. Для этого, для того, чтобы повысить турбулентность и, соответственно, задержку воспламенения убрать, чтобы не было детонации. Для этого камера сгорания делается в спецформу, чтобы из цилиндрического объема, так как цилиндр у нас объем, диаметр поршня, ход из цилиндрического объема, в конце такта сжатия. Вся смесь выдувалась в какой-то объем, который имеет другую форму. Например, клиновидная камера сгорания, как на базе, если посмотреть вид сверху, допустим, рассмотреть, она имеет форму такую прямоугольную, с закругленными краями. Но в то же время она клиновидная. Вот эти вот части, со стороны которой выступают в цилиндр, но которые не входят в камеру сгорания с одной стороны и с другой стороны, называются вытеснители. И вытеснитель должен иметь строгий, четкий угол. Он не должен быть ни в коем случае гладким, чтобы в момент, когда идет сжатие, и вся смесь выдувается вот в этот объем, чтобы смесь не плавно обтекала стенки, а выдувалась, часть ее отрывалась от, скажем, общий поток, самая львиная доля встречалась между собой и перемешивалась. От этого идет, будет более большая турбулентность. Соответственно, распространение пламени будет намного быстрее. И задержки воспламенения, которая приводит к детонации, не возникнет. Поэтому ошибка многих, кто головки пытается дорабатывать, они вот этот вот вытеснитель сравнивают, делают вот эти вот формы круглые, и вот здесь. То есть все вот это по контуру. Это очень сильно и очень заметно снижает устойчивость мотора к детонации. Потому что не вызывается та турбулентность, которая должна быть в конце такта сжатия. То же самое касается и самого днища поршня. Его тоже иногда бывают, наполировывают или сглаживают какие-то острые края, там где, например, цыковки под клапана. Этого тоже делать ни в коем случае нельзя. Этим только будет уменьшаться турбулентность. Потому что поток действительно будет его обтекать, и подвижность заряда, в конце такта сжатия, будет значительно хуже. То же самое касается камеры сгорания и прямоугольной, как на ГАЗ-24 или Фольксваген. То же самое касается и всех остальных видов камеры сгорания. Единственное, что на сферической камере сгорания и на виде трапеции, ну а в виде трапеции обычно нет, основной сферической, используется поршень с вытеснителем. То есть он либо сферической формы, либо он имеет посередине какой-то некий по форме вытеснитель, для того, чтобы заполнить весь этот объем. В частности, это что касается конкретно самого момента горения. Кстати, хочу отметить следующее, что экспериментально было установлено, что самая устойчивая к детонации камера сгорания, это камера сгорания в поршне. Так как в конце такта сжатия в этой камере вызывается самая большая турбулентность, самая большая подвижность заряда. И она является одной из самых устойчивых камер сгорания к детонации. После нее по эффективности уже идут клиновидные камеры сгорания. Это касается самого процесса горения. Но камера сгорания предъявляется и следующее требование. Это размещение клапанов. В частности, нужно поставить клапан впускной на один и тот же диаметр целина, чтобы он был максимального диаметра. То есть пропускная способность, чтобы у него было больше. И не было мертвых зон где-то с краю. В данном случае, самая эффективная именно по таким компоновкам камера сгорания с размещением клапана, будет именно сферическое. Потому что, если рассмотреть более детально, нарисовать сферу, то клапан, когда открывается... Ну, или пошель вниз пошел. Пошель вниз. То, когда открывается сам клапан, везде по его периметру нету ничего, никаких стенок, которые могли бы затормозить поток. И при сферической камере сгорания, классической, можно поставить, при одном и том же диаметре поршня, можно поставить очень большой впускной и выпускной клапан, что также улучшает значительно продувку. Что касается камеры сгорания клиновидной или прямоугольной, там ситуация обстоит несколько хуже. Так как камера сгорания имеет форму вот такого прямоугольника, и с одной стороны выпускной клапан, с другой стороны впускной клапан стоит, то при открытии клапана, вот в части, которая касается стенки частично самой головки и частично самого цилиндра. Вот эта вот часть. Здесь образуется или мёртлая зона, или зона малоэффективности, когда смесь здесь ограничивается самой стенкой и попадает в цилиндр меньше, чем может попасть при том же самом диаметре седла и клапана, но на сферической камере сгорания. Поэтому при доводках головки, об этом у меня есть в предыдущих видео про мёртвую зону вокруг клапана, поэтому в вазовских головках и делаются так называемые делают уши, то есть вот такую вот выемку в головке. Сама по себе идея подход, ну то есть идея в общем, сама по себе идея правильная, но как правило, сколько я видел исполнение её не правильное, потому что при выпиливании здесь уха никто не обращает внимания вот на эту вот часть камеры сгорания, потому что здесь снять можно относительно и немного, чтобы компенсировать наполнение. Самая главная часть это вот со стороны стенки цилиндра. Для этого нужно осмотреть, чтобы диаметр клапана был минимальный, который требуется для того, чтобы перекрыть седло. Это в самом идеальном случае, это диаметр шляпы клапана должен быть на 2 миллиметра больше, чем внутренний диаметр седла. но так как это требует очень большой повышенной точности изготовления и седла, расточку и изготовления направляющей клапана, можно в принципе без особого великого ущерба сделать и разницу в 3 миллиметра, то есть по полторы, по полтора миллиметра на стену. когда выпиливается ухо, в основном оно делается, если это дело рассмотреть со стороны, то если стандартная камера сгорания у нас вот скажем имеет такую форму, то ухо, когда выпиливается, оно имеет какое-то вот такое плавное расширение и часть вытеснителя убирается. А это приводит к очень сильному, к очень сильной потере устойчивости к детонации. И даже если продувку вот таким вот способом поднять, то степень сжатия сильно поднять будет нельзя. И эффективность, общая эффективность всей конструкции, всего мотора будет ниже. Поэтому часть вокруг клапана вырезать можно и нужно. Но нужно считать сколько должно быть минимум и вырезать, делать это более прямоугольной грубой формы. Потому что наполнение вот с таким вот делом в принципе хуже не станет, но устойчивость к детонации будет хорошая. Также должны иметь вытеснители, как я говорил ранее, острые, именно угол 90 градусов без каких-либо закруглений. Он должен быть четко. То есть головку сфрезеровали, вот так осталась округа, вот так она должна оставаться и должна быть. Это касается в принципе любых головок. Что касается 16 клапанов головок, там ситуация немножко лучше, потому что два клапана выходят на максимальную пропускную способность свою при более низком подъеме, чем один большой, если поставить допустим сферическую камеру сгорания. Поэтому в любом случае продувка здесь будет хорошая. Но все вот эти элементы с мертвыми зонами нужно учитывать, считать и смотреть. Также на 16 клапанных головках почти всегда, почти на всех присутствует вытеснитель. В частности, если рассмотреть со стороны головки, вот, от игла вот отсюда рассмотреть, со стороны, точнее, поршня головку рассмотреть, то имеются 4 клапана посередине свеча здесь зажигания и сама форма вот эта вот кромка она имеет вот такую вот форму. То есть, обычно, здесь ровно и здесь вот такие вот два вытеснителя. И ошибка многих, когда вот эти вот вытеснители полностью, либо их полностью спиливают, либо их сильно закругляют. То есть, в стенках получается не прямой угол, а какой-то такой скошенный, плавный. Вот это вот вызывает большую потерю устойчивости к детонации. Поэтому, как итог ко всему вышесказанному, хочу отметить следующее, что в доводке камеры сгорания в общем важно знать моменты со распространением пламени и такую роль выполняет вытеснитель. Потому что, например, если взять самую устойчивую к детонации камеру сгорания, это камера сгорания в поршне. Хоть это и самая эффективная конструкция именно по устойчивости к детонации. То есть, можно поднять степень сжатия хорошо и заливать обычный бензин. Но, сама форма камеры сгорания такая, что она не позволяет поставить не только клапан более большого диаметра, но и не позволяет сделать более качественную продувку установил более широкий распредвал. Потому что, если рассмотреть эту камеру сгорания вот с стороны поршня, то мы имеем головку и в ней стоит два клапана. у клапана уже имеется часть мертвой зоны или многоэффективной. Но, скорее всего, как обычно, это бывает мертвая зона. И тут ничем эту зону мертвую не уберешь, потому что цилиндр пилить не будешь. И самое главное, что поршень, когда подходит в МТ, расстояние от его верхней части до головки крайне маленькое. Порядка там буквально нескольких миллиметров. на разных фатурах по-разному. Но сама форма, само камеры разбирания в диаметре она значительно меньше, чем диаметр цилиндра. Причем конкретно меньше. И получается, что часть клапана остается вот здесь вот под кромкой поршня. И нет возможности установить очень широкий распредвал, у которого в перекрытии будет ну хотя бы там 2,5-3 миллиметра. Просто поршень ударит по клапану. И все. Если устанавливать такой распредвал, нужно поршень проточки делать в самом поршне. Ну это в общем может и снизить устойчивость детонации, потому что нарушается общая форма. Так как в проточках будет оставаться смесь, ее будет мало, но она будет оставаться и может детонировать, пока сгорит вся смесь и пока до нее дойдет пламя. Ну и естественно мертвая зона, которая никуда не девается. Поэтому хоть эта камера и устойчивая к детонации, но эффективность ее значительно ниже. Сферическая камера сгорания, именно что касается восьмиклапанной конструкции, то есть два клапана на цилиндрах, она самая, ну скажем не самая, если не сравнивать с 16-ти клапанным мотором, она в принципе самая эффективная в этом плане. то есть клапан можно поставить очень большой, продувка хорошая, нет никаких мертвых зон и так далее. Но использование вытеснителя в поршне делает камеру сгорания очень плоской, то есть объем ее может быть небольшой, но из-за того, что вся верхняя часть виде сферы, поршень виде сферы, она получается очень плоской, как лента. и может и на практике наблюдается, что эффект того, что устойчивость к детонации немного ниже, чем у остальных, потому что пока пламя дойдет до остальных концов всей камеры. Если сделать поршень с таким вытеснителем, который бы перекрывал часть камеры сгорания возле клапана, скажем, все, то распредвал тогда сильно расширенный поставить нельзя. Но это не смертельно, можно довести и выжать скажем так максимум из любой компоновки. Самая в принципе неплохая это сферическая, ну 16 клапанная естественно и клиновидная камера сгорания. Одна из самых таких удачных компоновок. Три штуки. Что касается прямоугольной камеры сгорания, она тоже эффективная, хорошая, но на ней в частности наблюдается эффект, если повысить сильность степени сжатия, форма камеры сгорания получается очень, высота у нее маленькая, но она широкая и длинная. Получается лужа такая, которая в детонации менее устойчива, чем скажем клиновидная. Вот это собственно все важные моменты, на которые нужно обращать внимание при ремонте или доводке любого двигателя.